Лидеры с бобруйской пропиской. Сегодня в городе работает группа экспертов международной бизнес-премии. Первый на очереди – красный пищевик. Фабрика – одна из известнейших белорусских производителей сладостей. Обходят самые вкусные цеха – мармелад, зефир, батончики. Качество, как говорится, пробуют на зуб. 20 тысяч сладостей – объемы производства красного пищевика за год. 6 тысяч из них – всемирно известный зефир. Вишневый, миндальный, в шоколаде. Используют только натуральные ингредиенты. Продолжаем. Цех ручной работы. Здесь производят продукцию премиум-класса. Некоторые из ревизоров пробуют себя в роли кондитера. Показывают и новинку. Крем-мед с различными вкусами и самыми полезными свойствами. В отличие от оригинала, не застывает. Очень приятно. Удивлены. Вот сегодня нас впечатлила линейка новой продукции, которая на меду. Наш экспертный совет, оргкомитет очень впечатлены. Действительно посмотрели, что предприятие на очень должном уровне. Посмотрели специалистов, попробовали даже, скажем так, поучаствовать в производстве этой продукции. Следующий номинант – Бобруйска-Громаш. Эксперты знакомятся с производством и техникой. Например, распределитель минеральных удобрений с элементами из нержавеющей стали – одна из самых востребованных машин-холдинга. Мы видим здесь высокие возможности перспективной взаимодействия в сфере машиностроения. Нижегородский регион – это крупнейший регион Российской Федерации в плане машиностроения. И поэтому наши предприятия крайне заинтересованы во взаимодействии с промышленными предприятиями Беларуси. В цеха тоже заглядывают – механосборочный и окрасочный. Дальше в программе – переговоры. Что касаемо конкурса, предварительный отбор претендентов продлится до ноября. А уже 10 декабря в Минске вручат международную бизнес-премию «Лидер года-2021». Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.